Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Вы привыкли меня обычно видеть с очень таким насыщенным макияжем, возможно даже с чем-то ярким или со смоки айс, потому что на камеру я с огромным удовольствием делаю всякие креативные макияжи или просто яркие. Но на практике в реальной жизни иногда нужно не только сдержанный макияж сделать, но даже сымитировать, как будто я вообще не накрашена. Например, какое-нибудь свидание на природе, на шашлыках, на пляже, хочется все-таки быть улучшенной версией себя, но при этом и не хочется демонстрировать, что вы полностью накрасились. Или вот, например, у меня сегодняшняя ситуация, что я иду на визит к своему психоаналитику, и я очень плаксивая девушка, и каждый раз у меня глаза на мокром месте, поэтому делать какой-то макияж вообще совершенно бессмысленно. Чем более насыщенным он будет, тем более очевидно будет после сеанса, что у меня что-то потекло, поэтому вот такой вот макияж, как будто я прямо вот так и встала с постели, является идеальным для этого случая, на нем и меньше заметны какие-то повреждения, и подправить его потом гораздо легче. В общем, сегодня поделюсь своими любимыми лайфхаками, приемчиками и продуктами для создания вот такого вот свежего макияжа, который практически незаметен на лице. Если вам интересна эта тема, то продолжайте смотреть. Итак, приступим. Я сейчас абсолютно полностью без какого-либо макияжа предстаю перед вами. Можете видеть все мои недостатки и несовершенства. И сегодня как раз такой день, когда я не хочу делать полноценный макияж, хочу сделать абсолютный минимум, но при этом все-таки выглядеть более или менее презентабельно, но чтобы казалось, как будто я вообще абсолютно без какого бы то ни было макияжа. И пункт номер один, который я уже, конечно же, сделала, это надо хорошо подготовить кожу. Во-первых, я использовала с утра скатку для лица, чтобы удалить все даже микроскопические шелушения, потому что пигмент любой, в любом тонирующем средстве, в тональном, в консилере, даже в румянах, любой пигмент цепляется за текстуру кожи, за шелушение и их подчеркивает. Даже если это самый лучший тональный, похожий на кожу, сливающийся с кожей, то в любом случае у пигмента есть такое свойство. Если вы что-то с пигментом наносите на свою кожу, значит, нужно максимально кожу от каких-то шелушинок микроскопических и от текстуры и постараться, по крайней мере, избавить. Ну и, конечно же, для той же цели нужно кожу как следует увлажнить. Ну, плюс я еще нанесла весь свой обычный уход со всеми активами. Ну и как следует увлажнила кожу. И, конечно же, не забывайте про sunscreen. Я не буду использовать тональное средство на все лицо. Мне кажется, что моя кожа достаточно хорошо выглядит для того, чтобы не перекрывать полностью абсолютно все. Я буду использовать тональное средство и консилер только точечно. Но если вам жизнь не мила без тона, то два моих любимых биби-крема, которые максимально близко по текстуре похожи на кожу, это Purita и Misha Chobo Young. Для макияжа без макияжа я бы оба их чем-то разбавляла. То есть сами по себе они все-таки дают достаточно много покрытия. И хотя текстура очень близкая к коже получается, они сливаются с кожей по текстуре, но степень покрытия, равномерность тона лица как бы сразу выдает то, что на вас есть тональное средство. Поэтому если я хочу сделать макияж без макияжа, то я обычно разбавляю эти тональные средства небольшим количеством санскрина. Ну, вернее, не небольшим, а 50 на 50. То есть одна помпа, допустим, Misha Chobo Young и столько же увлажняющего санскрина. Я использую для этих целей остатки своего Purita без запаха с Центеллой, который снят с производства и вообще не дает заявленной защиты. Но, тем не менее, в качестве вот такого миксера он отлично подходит. А я сегодня буду использовать, но не на все лицо, а только на некоторые участки, вот этот кушен от Hamish. Вообще, многие кушены хорошо подходят для того, чтобы делать макияж без макияжа. Я не очень большой специалист в этом вопросе. У меня, мне кажется, всего 3 или 4 кушена было за всю мою косметическую жизнь. И больше всего мне понравился именно в контексте макияжа без макияжа, то есть тональное средство, которого не видно на лице, кушен от Lanage. Я сейчас ставлю на экране картинку, как он выглядит. И это именно кушен, который называется whitening, то есть отбеливающий. Но в данный момент у меня его нет, поэтому я буду использовать этот от Hamish. Он тоже, в принципе, неплох. И наношу я его только чуть-чуть, буквально на те места, где вот у меня пигментация, такие потемнения, и на кончик носа, потому что у меня тут простуда небольшая, и он красненький. Но при этом я стараюсь не залазить вот на те места, где отпечатываются, как это сказать, короче, отпечатываются солнечные очки. Потому что никогда мне не удавалось сделать так, чтобы тональное средство не сползало от ношения солнечных очков, поэтому я предпочитаю, чтобы его там не было. Верхним губу слегка обрабатываю, вокруг носа. И вот здесь у меня чуть-чуть покраснение какое-то на подбородке. Не стоит моей задачей перекрыть мою пигментацию, перекрыть покраснение. Стоит задача всего лишь немножечко выровнять тон и слегка снивелировать их. Для макияжа и без макияжа я под глаза не использую консилер, а использую вот этот персиковый корректор от Бека. К сожалению, Бека уходит с рынка и вроде как не будет больше этот продукт продаваться, но когда у меня этот закончится, я озабочусь поиском аналога и обязательно вам сообщу, что найду. Секрет этого средства в том, что его надо как следует погреть между пальцами, чтобы оно стало очень такое пластичное и очень увлажняющее. потом я вот так вот распределяю и уже дотушевываю спонжем. Этот корректор не то чтобы перекрывает синяки, но он осветляет и освежает зону под глазами. И вот для такого легкого освежающего макияжа мне этого достаточно. Сейчас я вернусь к Кушану и добавлю еще вот на эти места немножко, потому что здесь у меня тоже есть пигментация. И одновременно зайду слегка совсем на зону под глазами. Не вот на само веко, а просто вот зону под веком. То есть как бы стушую корректор с этим вот тоном. Вот такая основа у меня получилась. Я услышала у одного американского блогера классное выражение spot foundation. То есть есть spot concealing, когда точечно наносится консилер, а в данном случае точечно наносится тональное средство только на те места, где оно необходимо и, соответственно, не наносится туда, где оно не нужно. Для того, чтобы эта техника была возможна, вам, конечно же, нужно выбирать оттенок тонального или оттенок консилера, который вы используете, максимально близкий к вашей коже. Этот номер с точечным нанесением тонального средства не пройдет, если оттенок заметно отличается. У вас будет просто лицо в пятнах. Поэтому для этой техники достаточно важно, чтобы оттенок максимально близко был к оттенку вашей кожи. То есть здесь супер важна и текстура средства, которая должна быть похожа на кожу, и его оттенок. У меня, кстати, этот кушен в двадцать первом оттенке от Хеймиш, и вот он мне сейчас, когда я подзагорела, подходит по цвету. А зимой, когда я в большей степени белоснежка, он для меня слишком, даже не то, что слишком темный, а слишком персиковый, слишком теплый. И что касается вот этих двух тонов, которые я показывала, пюрита мне больше подходит зимой, потому что он такой очень серый, холодный и достаточно светлый, тоже двадцать первый оттенок. А двадцать первый оттенок Миша Чо Бо Янг мне, что удивительно, подходит и зимой, и летом. Особенно, если его вот так вот разбавить санскрином, как я вам сказала. В общем, удивительно, этот всегда мне из любого положения подходит по цвету. Сейчас я займусь бровями. На самом деле, для макияжа, без макияжа, я бы даже их только причесала. Даже не заполняла бы ничего, никаких отдельных волосков не подрисовывала. Но поскольку я знаю, что не все могут себе это позволить, не у всех такие брови, в которых можно ничего не рисовать и только их причесать, то я все-таки покажу и свой любимый продукт. Ну, правда, вы его уже видели в фаворитах, если смотрели, но тем не менее парочку волосков нарисую для того, чтобы продемонстрировать его в деле. И если для такого более полноценного, более тяжелого макияжа я волоски ставлю прям дыбом практически и так как ламинирую, то для макияжа без макияжа я такую естественную укладку делаю и использую, ну, как бы всегда один и тот же гель для бровей во всех моих макияжах. Это Benefit Brow Setter 24 часа. Ну и, как я сказала, продукт, который вы видели в моих фаворитах и который хорошо подходит и даже для макияжа без макияжа, хотя я бы, на самом деле, оставила брови просто вот так и пошла бы. Ну, а немножечко для вас подрисую отдельные волоски, потому что оно все-таки на камере выглядит иначе, чем просто в жизни и то, что достаточно в жизни. Камера сжирает немножечко яркость, сжирает макияж и поэтому для красоты картинки именно в видео я слегка заполню отдельные места. Маркер для бровей от NYX стал, как я уже сказала, моим большим фаворитом. Мне его прислали на обзор и я в него влюбилась и теперь это для меня идеальный маркер и не планирую ему больше изменять, по крайней мере, пока NYX не решат его снять с производства. Совсем чуть-чуть добавлю отдельных волосков на передней части. Вот если в хвостике можно еще там разгуляться, то вот здесь ближе к переносице очень легко перестараться и лишиться естественности макияжа. Вот и все. Абсолютный минимум. Естественно, бровяная рутина, так сказать, у каждого человека своя. У кого-то брови более кустистые, у кого-то вообще отсутствуют. Надо каждый раз обязательно их полностью рисовать. Но у меня прожиточный минимум макияжа бровей вот такой. Макияж глаз я делать не буду вообще, потому что как только я наношу что-то на глаза, это сразу выглядит, что я накрашена. Поэтому я просто возьму кисть, это Make Up Forever 142, если мне не изменяет память. Я обычно ей скульптурирую нос, и, естественно, я не мою ее после каждого применения, и на ней какое-то количество скульптора осталось, и я просто этой кистью не набираю никакой продукт, просто вот что осталось, то осталось. немножечко растушую складку века. Просто придам легкий объем глазам. Вот и, собственно, весь мой макияж глаз. И что касается цветных продуктов для лица, скульптора, бронзера, румян, я рекомендую использовать кремовые текстуры без шиммера. При любом раскладе кремовые всегда будут выглядеть более естественно, более натурально, чем пудровые, и шиммер тоже может при каком-то освещении выглядеть на коже ненатурально. А кремовая текстура без каких-либо сияющих частиц будет смотреться на коже максимально естественно. И лично я, когда делаю макияж без макияжа, не использую скульптор и бронзер вообще, потому что не чувствую, что у меня есть в этом необходимости, потому что мне кажется, что это достаточно неестественно выглядит, особенно скульптор, если наносить как бы так, как задумано. То есть в фаз будет еще нормально выглядеть, и боком будет видно, что все-таки здесь какая-то полоса. Когда есть полный макияж, эта полоса растушевана, и все вроде бы как надо, но когда нет ни у кого сомнений в том, что я накрашена, то может этот скульптор там и присутствовать. Но когда я пытаюсь имитировать, что это то состояние, в котором я проснулась, то я скульптор и бронзер опущу. А вот от использования румян я никогда добровольно не откажусь. И тут главный секрет в том, чтобы выбрать опять же максимально подходящий вашему лицу оттенок, чтобы он смотрелся естественно. Для этого ориентируйтесь на цвет губ. Оттенок румян должен максимально сочетаться с оттенком ваших губ, потому что наиболее естественным выглядит тот румянец, у которого оттенок чего-то, что уже присутствует в вашем лице. Для меня самый универсальный вариант, который и подходит мне идеально, и держится хорошо, особенно с учетом того, что кремовые текстуры имеют тенденцию хуже держаться, а этот просто замечательно держится, никаких у меня претензий к стойкости нету. Это стик от Илья в оттенке Этласт. И я небольшая любительница румян в стике, но в данном случае я предпочитаю прогреть текстуру пальцем и нанести пальцем, а потом уже подтушевать спонжем. И я уже говорила про этот лайфхак. Я захожу румянами немножечко на переносицу. Это очень освежает и молодит лицо. Подтушевываю спонжем. Ну и вот сравните, с одной стороны есть румяна, со второй стороны нет румяна. Кремовые румяна хороши еще тем, что вы можете тушевать их столько, сколько вам надо, поскольку они не фиксируются, не залипают, ну по крайней мере вот такие румяна. Есть, конечно, эти фиксирующиеся, есть, конечно, жидкие румяна, которые фиксируются, но вот те, о которых я говорю, стик от Илья или мои любимые от Fenty Beauty, вы можете их растушевывать, разжижать, наслаивать столько, сколько вам нужно, пока вас не удовлетворит результат. С пудровыми румянами не всегда такой проходит номер. Особенно, если вы нанесли слишком много, кремовый достаточно без проблем. Можно подтушевать, растянуть, разжижить, а с пудровыми румянами это вряд ли получится. И то, что нравится лично мне, это нанести небольшое количество румян на подбородок и лоб, чтобы сымитировать, что я слегка подзагорела, поджарилась на солнышке или просто подышала свежим воздухом, очень небольшое количество. Не делаю я розовый лоб, как вы видите, просто добавляю некий живой румяный оттенок на него. Вообще, если вы хотите, чтобы никто не догадался, что на вас есть макияж, то хайлайтер лучше не использовать в принципе, потому что у нашего лица такого сияния какого-то не бывает. То есть, достаточно увлажненной кожи, кремовых румян и все. Но если все-таки жизнь вам не мила без какой-либо сияшки, то я очень рекомендую вот этот хайлайтер от Charlotte Tilbury. Это Hollywood Beauty Light Wand в оттенке Spotlight. Наконец-то они появились в продаже. Я это видео планировала на начало лета, но поскольку не было возможности купить этот хайлайтер, то я и не стала его снимать. Я наношу его микроскопическое просто количество. Вот даже не откручиваю, не открываю эту тубу, наношу остатки, так сказать, от предыдущего раза, потому что этот хайлайтер его можно наслоить, чтобы сделать прям заметным, но тогда, конечно же, никто не усомнится в том, что у вас на лице макияж. В нем нет отдельных блесток, он достаточно такой живой, похожий на кожу, но если нанести его много, то, конечно же, он будет выглядеть не так естественно. И вот здесь у меня такой, как я их называю, недопрыщик, не прыщик, а просто красная точка. И я возьму свой любимый точечный консилер от Make Up Forever, я вдавливаю буквально, вот, не знаю, сможете увидеть, не сможете, абсолютную капельку ставлю ее прямо на это несовершенство и уже чистым пальцем, другим пальцем подтушевываю. Этот консилер очень плотный, и если слишком большое пятно им перекрыть, больше, чем нужно, то будет смотреться неестественно на коже. Но если вот так поставить точечку прямо туда, куда надо, то посмотрите, практически его и не видно. И, кстати, обратите внимание, это небольшой лайфхак, тоже для макияжа без макияжа. Сначала я нанесла румяный хайлайтер, а потом только я консилером перекрыла те точки, как ту единственную точку, которая меня обеспокоила на лице. Дело в том, что если бы я сначала нанесла консилер, а потом румяна, то получилось бы, во-первых, что румяна могли сдвинуть этот консилер, во-вторых, румяна красные выделяют, как бы, румяна имеют красный пигмент и выделяют красноту в прыщике, а так я сначала нанесла румянец и потом вот закрыла именно то, что надо и использовала таким образом меньше продукта и не было риска, что я что-то сдвину. Обязательно я ресницы завью щипцами от Кевина Куон. Конечно же, не для всех этот шаг является необходимым, но у меня ресницы прямые, как палки и смотрят вниз, поэтому, чтобы глаза выглядели красиво, я обязательно реснички завиваю. И поскольку мои ресницы не хотят держать завиток, я в обязательном порядке использую гель для фиксации завитка, в данном случае у меня корейский от марки Etude House, но есть также любимый японский от Canmake, ссылку на оба них я оставлю внизу в описании. Это прозрачный гель и единственное, что он делает, это фиксирует завиток, как лак для волос примерно работает. Моя любимая тушь для макияжа без макияжа это Sensei 38 градусов термо-тушь, самая их классическая, без каких-либо спецэффектов и тем прекрасно. Она не удлиняет, не придает объем, не фиксирует завиток, ничего такого не делает, не делает, она просто покрывает ресницы черным цветом и отлично держится. На повседневной основе я ее использую только на нижние ресницы, но если хочу сделать вот такой макияж без макияжа, то и на верхние тоже наношу. Даю ей полностью застыть и потом прочесываю ершиком, чтобы убрать какие-то, если не дай бог образовались комочки или слипшиеся ресницы. Вообще этой туши не характерно такое поведение, но если бывает что-то получается не так, то прочесать реснички, чтобы они выглядели максимально пушисто и натурально, можно просто обычным ершиком. Последний пункт макияж губ и тут мой выбор это бальзамная помада от Линда Халберг в оттенке Goldstone. Это максимально близкий к моему оттенку губ цвет. Мои губы только более увлажненные, более яркие, более пухлые и более ухоженные. Вот такой макияж без макияжа у меня получился. Сейчас я сделаю прическу и к вам вернусь. Итак, вот такой финальный образ у меня получился. Я не могу сказать, что я очень часто эксплуатирую идею макияжа без макияжа, потому что все-таки краситься мне нравится, доставляет удовольствие процесс и нравится результат. И, слава богу, моя работа и моя профессия позволяют мне ходить с любыми павлиными перьями и никто мне слова не скажет, но иногда все-таки нужно что-то вот такое очень простое и очень незаметное. И вот таким образом я добиваюсь супернатурального макияжа. Если это видео вам понравилось или показалось интересным, не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие мои интересные видосики, и если сейчас еще что-то хотите посмотреть, YouTube вам предложат на выбор два ролика, а мы с вами совсем скоро увидимся. До встречи, пока! До встречи,